Вести Карачаева, Черкесия На следующей неделе в Государственном Кремлевском дворце состоится совместный концерт трех республик, посвященный столетию Карачаева, Черкесии, Адыгеи и Кабардино-Балкарии. 1 ноября Государственный Волжский русский народный хор имени Милославова выступит с новой юбилейной программой в Черкесске. И спортсмены Карачаева, Черкесии успешно выступили на чемпионате мира по борьбе на поясах в Узбекистане. Далее подробно. В Карачаево-Черкесии завершились выборы депутатов Думы Черкеска, Карачаевского городского округа, а также ряда сельских поселений Адыгихабльского, Абазинского, Зеленчукского, Малокарачаевского, Ногайского, Урубского, Усть-Жигутинского и Хабесского муниципальных образований. По словам члена общественной палаты республики Азамата Тлисова, во время проведения выборной кампании не было зафиксировано нарушений. Процесс прошел на высоком организационном уровне. На каждом избирательном участке работали как общественные наблюдатели, так и представители политических партий. Члены общественной палаты республики выезжали на избирательные участки по всей Карачаево-Черкесии с целью мониторинга работы наблюдателей, а также соблюдения санитарных норм и обеспечения безопасности органами полиции. Азамат Тлисова отметил, что мобильные группы посетили 11 избирательных участков в разных районах города и республики. Всего на территории Карачаева-Черкесии работали 157 избирательных участков и 10 тиков. По итогам 43 кампаний будут распределены 460 мандатов. И в продолжение этой же темы. Более 56 тысяч избирателей Черкеска проголосовали на трехдневных выборах в Гордуму. Явка избирателей на выборах в Городскую Думу республиканской столицы шестого созыва, по итогам которых будут распределены 33 депутатских мандата, составила более 68%. Своим избирательным правом воспользовались почти 57 тысяч горожан. Всего в городе зарегистрировано более 83 тысяч избирателей. Из них около 800 впервые голосующие. В Карачаево-Черкесии за 10 лет отремонтировали и построили около 50 дамб. В этом году досрочно завершилось строительство дамбы протяженностью 2,5 километра на реке Уруп в юго-восточной части станицы Приградной. Изначально строительство этого объекта планировалось начать только в текущем году, но было перенесено на 2021 год в связи с высоким риском подтопления около 300 домов. Наш регион относится к числу высокорисковых по поводкам субъектов России. Ежегодные подъемы рек создают угрозу размыла берегов и затопления прилегающих территорий. В селе Джага на реке Ишкакон в текущем году будут также отремонтированы две дамбы общей протяженностью более 3 километров 300 метров. Карачаевский и аули Адыгихабль по одному гидротехническому сооружению на реках Тиберда и Малый Зеленчук по более 2 километров. Площадь плодовых садов Республики планируется увеличить до 1600 гектаров в ближайшие 8 лет. К 2030 году планируется увеличение площадей плодовых насаждений на 800 гектаров. Объем производства при выходе на полную мощность всех садов до 64 тысяч тонн плодов в год. И сейчас, напомним, основные сельхозпроизводители плодовой продукции приступили к сбору урожая. На сегодняшний день с площади 15 гектаров собрано 559 тонн яблок. Ожидаемый объем валового сбора – 12 тысяч тонн, что выше уровня прошлого года на 20%. Проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Дамбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома, рассказывает министр туризма и курорта в Республике Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития «Дамбай» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строиться обеспечивающей инфраструктурой, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс в общей протяженности 17,4 километра, это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры, это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день в пик сезона, мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Донбая. Поэтому Донбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. Донбай. Готовится также к открытию поликлиника в Карачаевске, новое современное здание на 350 посещений в смену. В октябре текущего года Черкесск примет финал Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион». Ключевое мероприятие состоится в обновленном здании Республиканской госфилармонии. Планируется, что к этому дню торжественно откроется филармония. Здесь велась филиграмная работа по реставрации здания с сохранением исторического архитектурного облика и декоративных элементов. Кроме того, будут запущены крупные проекты в агропромышленном и промышленном сферах. Речь, в частности, идет о запуске двух малых красногорских ГЭС и открытии крупнейшего на юге России мясоперерабатывающего завода по производству баранины группы компаний «Домоты». Более ста водителей общественного транспорта Республики привлечены к административной ответственности за различные нарушения. Таковы промежуточные результаты оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Об этом сообщила старший государственный инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Виктория Манушина. Целью данного мероприятия является снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте. На сегодняшний день сотрудниками госавтоинспекции проверено более 180 автобусов и выявлено порядка 110 административных правонарушений, среди которых имеются и такие, как управление транспортным средством водителем, не имеющим соответствующей категории. Афон культурных инициатив «Литература народов Карачаева-Черкесии» путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Проект направлен на поляризацию русской литературы и литературы народов Кочер. Для этого мы хотим как раз таки создать видеокнигу в столетию Государственной национальной библиотеки Кочера имени Халимат Бастюня Байрамуковой. Всю первую публичную библиотеку основана в 1922 году прошлого века в столице Батлапашинской, которая ныне в столице Карачаево-Черкесской республики. И она, эта библиотека является ровесницей нашей республики, точнее ровесницей государственной республики. Она пошла большой и сложный путь развития и отображала в первую очередь, конечно же, культурную жизнь региона. Долгие годы библиотека была центром культурного развития и обогащения. С появлением интернета, да, ситуация изменилась, но само учреждение по-прежнему символизирует великую русскую, зарубежную литературу и литературу народов нашей республики. Могу сказать, что видеокнига «Страницы века» — это не о библиотеке, точнее, не только о библиотеке, она о долгом, порой трудном, но всегда увлекательном и созидательном пути. Она о людях, сотрудниках, читателях, поэтах, писателях, о том, как много всего связано библиотекой. Но главное, она о прекрасной литературе народов нашей республики — русских, карачаевцев, нагайцев, черкесов и абазин. В Карачаево-Черкесии обновили дорогу к курортам. Свежеасфальтовое покрытие будет сопровождать на протяжении 14 километров до самой лунной поляны. Здесь также восстановили подпорную стенку, поменяли огромное количество знаков и установили барьерное ограждение. 1 ноября государственный волжский русский народный хор имени Милославова выступит с новой юбилейной программой в Черкесске. Концерт будет представлен в рамках федерального проекта «Мы – Россия», организованного Росконцертом. Юбилейный тур коллектива по городам Юга России и Северного Кавказа, посвященный его 70-летию, в программу войдут как легендарные номера, ставшие жемчужинами репертуара, так и новые вокально-хореографические картины и песни. Государственный русский народный хор имени Милославова — единственный из волжских коллективов, которые на высоком профессиональном уровне представляют богатейшие песена и наследие народов по Волжье. Успех концертных программ объясняется сочетанием качества, артистизма и душевной проникновенности исполнения. В республике прошел велопробег, посвященный столетию образования Карачаева-Черкесии. Маршрут прошел от центральной площади Карачаевска и завершился на въезде в Черкесск. 50 велосипедистов преодолели маршрут протяженностью 50 километров. Спортсмены Карачаева-Черкесии подняли флаг республики на пьедестале. Ребята приняли участие в первенстве России по эстафетному бегу, которое прошло в Сочи. Наша команда выиграла бронзу в эстафете 4 на 110 с барьерами среди юношей. В ее составе воспитанники городской спортивной школы номер 3 Ростислав Пудаков, Егор Ковалев, Кирилл Русаков и представитель спортивной школы Олимпийского резерва по легкой атлетике Эдуард Горбузов. Ну и последняя информация. Спортсмены Карачаева-Черкесии успешно выступили на чемпионате мира по борьбе на поясах в Узбекистане. Призовые места завоевали Азамат Татаркулов, Арсен Мусалаев, Канамат Декушев и Шамиль Балачев. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии облачно, кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 метров в секунду. Ветер восточный 6,11 метров в секунду. В горах порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В горах местами плюс 9-14. В южных районах местами чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 20. И штормовое предупреждение. 13 и 14 сентября местами по Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сели малого объема. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаево-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия.